Никита, был долгий перерыв после последнего приза лучшего игрока. Что за этот период для тебя случилось в твоей игре и почему сегодня команда проиграла? Ну, я отвечу сначала на один вопрос. Думаю, что мы проиграли сегодня только из-за глупых ошибок, которые сами создали. Считаю, что мы игру проиграли за 45 секунд просто во втором периоде. А потом просто нереализация своих моментов. По поводу лучшего игрока, я думаю, мы играем команды и тренера просто немножко дают другим игрокам, тоже лучших игроков, чтобы прибодрить их и поднять боевой дух. Поэтому для меня это нормально, я не обижаюсь ничего и ничего такого из этого не строю просто. Какие эмоции были у тебя, когда ты в течение, по-моему, 5 или 7 секунд сделал, по-моему, 2-150% сейвы? Если честно, никаких хотелось просто победить. Больше никаких было мыслей просто победить. А что тебе помогла, интуиция или опыт? Мне кажется, я думаю, опыт. Игра хорошей клюшкой. Я ее много тренирую. Из пустых ворот немного кто вытягивает клюшкой. Ближайший матч из Динамо Шинник с самым прямым конкурентом заплывов. От этого результата зависит, собственно, оставшаяся часть чемпионов. Будет ли она для Львов или нет? Вы сами отвечаете на свой вопрос. Она будет битва, борьба за 12 очков. Отрыв. Будем биться. Я надеюсь, что мы победим. Я в это верю. Будем стараться. Спасибо, удачи. Довольны результатом двух матчей против серверных львов? Конечно, довольны. Победа – это всегда приятно выигрывать. Вкратце, какой матч из двух оказался для юности тяжелее и какой полегче? Наверное, сегодняшний потяжелее оказался. Соперник уже после поражения по-другому на нас настраивался. И выходил более мотивированно победить. Почему главный тренер принял решение дать тебе приз лучшего игрока? Я не знаю. Это его мнение. Он так решил. Или личные отношения хорошие? Я не знаю. Нет такого, чтобы… Биджай поиронизировать, да? Нет. Ну, у нас так. Тренер решил. Это его мнение. Я не знаю. Ваша игра сегодня отличалась от той игры, которая была позавчера? Лично моя игра? Нет. Тактически. Игрокомады. Ну, нет. Я думаю, что ничем не отличалась. Одна задача стоит – победить. И все. Выполнять установку тренера. Впереди матчи у «Юности» с «Динамо Шинник». Они чем-то… Можно их характеризовать? Пару слов. Чем они отличаются для «Юности»? То есть, будет ли какая-нибудь изюминка в этих матчах? Ну, дерби белорусская наша. Она всегда в каком ключе проходит? Всегда активная, быстрая игра, как бы жесткая. Всегда кто-то пытается кого-то там подстегнуть чем-то. Я не знаю, как… Ну, как-то так. Ну, у вас задача выше быть «Динамо Шинникой»? Ну, конечно. Да, однозначно. Какой прогноз у тебя на два матча с «Динамо Шинникой»? Ну, я не знаю. Я же не этот, там, специалист, чтобы прогнозы какие-то давать. Скажи, у хоккеистов в молодежной лиге часто бывают травмы? Ну, блин. Просто я задаю вопрос, вижу у тебя с глазом какая-то проблема, да? Да, я там на тренировки попала, клюшка. Клюшка попала? Сколько ты уже сезонов в команде «Михаилл»? Четвертый сезон. Дальше какое движение у тебя будет? Дальше не знаю, куда дорога поведет меня, тогда я пойду. Буду стараться как можно выше пойти куда-то. А теперь в Беларуси будет? Меня зависит. Высшая лига? Да не, высшая лига уже перерос, как последний год, 93-й уже. То есть и в Беларуси то же самое, да? Высшая лига, это 93-й год. Когда в таком случае какое-то движение дальше будет? Не знаю. Сейчас еще идет сезон, как бы я не думаю о следующем сезоне. Думаю, что сейчас у нас есть, какие задачи перед нами стоят. Будем решать. У юности первый плей-офф в истории команды. Как думаешь, как далеко удастся зайти? Все от нас зависит. Как будем настраиваться на матчи, как будем выполнять установку тренера, так мы и пойдем дальше. Все, спасибо, удачи. Спасибо. Продолжение следует...